Добрый день дорогие друзья! С вами вновь Александр Семенов. Сегодня я хочу показать вам более расширенный метод ретуширования при помощи фильтра камера RAW. На прошлом занятии мы с вами рассматривали ускоренный способ, а сейчас более подробный. Итак, перед нами вот такой портрет. Сейчас мы будем с ним работать. Для этого давайте мы создадим одну копию слоя и вторую копию слоя. Первую копию слоя мы назовем «Света». Вот так как здесь будут у нас разглаживаться участки кожи лица, которые находятся в светлых деталях, в светлых частях лица. Вот. По поводу темных частей чуть позже. А верхний слой я назову «Текстура». Который будет у нас, этот слой у нас будет усиливать текстуру в конце концов. Так, и давайте мы с вами вот эти два слоя переведем в «Смарт-объекты». Я нажимаю правой кнопочкой по слою и преобразую в «Смарт-объекты». Это и это. Так, теперь давайте верхний слой мы временно отключим. И к нижнему слою, который называется «Света», применим фильтр камера RAW. Тот, который мы применяли в прошлый раз. Вот. Вы помните, что... Давайте я здесь тоже увеличу. Что здесь есть в новом, значит, исполнении, в новой версии камера RAW появился такой движок «Текстура», который позволяет, видите, вот так вот эффективно кожу разглаживать лица. Усиливать либо уменьшать. Давайте уменьшим ее до минус 100, до максимума. Да? И четкость я сделаю... Также я уменьшу. Сделаю примерно минус... Минус... Так, минус 20 попробуем. Или даже минус 30. Нет, минус 20 вполне... Вполне нормально. Давайте вот так попробуем. Ну, дело в том, что мы используем сейчас этот фильтр через «Смарт-объект», поэтому мы потом можем сюда вернуться и эти настройки переделать. Ну, вот, я думаю, минус 100 текстура и минус 30 четкость нам вполне пойдет. И говорим «Окей». Так, вот у нас преобразовался. Так, теперь давайте мы вот этот слой, который называется «Света», значит, смешаем с неслежащими слоями в режиме «Светлее». Вот он, да? Вот так у нас было «Дол». Так стало после. В этом случае у нас происходит разглаживание текстуры только в светлых участках. Темные пока не затрагиваются. Теперь давайте поработаем с темными участками. Мы копируем слой цвета. Вот у нас копировался. И давайте мы его переименуем значит, в тени, да? То есть, чтобы в тенях у нас происходило разглаживание кожи. И, соответственно, вот этот слой мы должны уже смешать в режиме смешивания темнее. Вот он, да? Вот такой вот у нас результат получился на этом этапе. Чтобы посмотреть, как было в начале и как стало, значит, в конце, да? Нажимаем клавишу «Альт» и по глазку нижнего слоя я щелкаю, который у нас оставляет, в принципе, только нижний слой. Эта команда. Вот так стало. В принципе, уже на этом этапе этот результат можно назвать довольно-таки хорошим, да? Мы можем вот эти слои объединить в группу, маску слоя поставить и через нее, в принципе, какие-то там детали можно доставать, да? Вот. И мы пойдем немножко дальше. Давайте мы активируем слой текстура. Вот. Попробуем усилить текстуру и посмотрим, насколько это у нас удачно получается. Текстуру мы будем усиливать следующим образом. Мы вот к этому слою, да, применим сначала фильтр, который называется, значит, краевой контраст, который находится в группе фильтров другое. Вот. И смотрите. Здесь, значит, выбирая, значит, параметр, мы усиливаем либо уменьшаем вот этот краевой контраст, как говорится, да? Значит, какой выбрать здесь, какой параметр выбрать, да? Ну, есть такой вот способ, да? Смотрите, вот мы, например, вводим, например, ее в максимум, да, в какой-то и начинаем уменьшать. И нам нужно, нужен такой показатель, да, при котором бы вот здесь вот у нас пропадали вот такие на губах, например, видите, получается ореолы, такое свечение, да? вот примерно вот где-то, где-то, наверное, где-то, ну, наверное, вот так вот, шесть пускай будет, да? То есть у нас текстура проглядывается, да? Вот. Но вот эти вот ореолы пропадают. Вот. Ну, опять же, мы применяем данный фильтр через смарт-объект, поэтому мы сможем потом его перестроить, если что-то пойдет не так. и нажимаем ОК. Вот. Мы видим, что у нас портрет, вот эта фотография приняла вот такой вот образ, да? И давайте мы смешаем вот этот слой в режиме линейный свет. Вот он, да? Мы сразу видим, что контраст, текстура у нас сразу усилилась, да? Этот способ, в принципе, помогает нам выразительность портрета значит, повышать в определенных случаях, как и здесь. Но мы видим, что это чересчур, да? Поэтому прозрачность данного слоя мы немного уменьшаем. Можно вообще вывести сначала в ноль и начинать маленько прибавлять, значит, добиваясь какого-то результата, который бы нас устроил, да? Вот в моем случае это где-то процентов 20, ну, может быть, 30, да? Вот вполне получился нормальный портрет. Давайте посмотрим, что было у нас в начале и что стало у нас в конце. Вот я нажимаю и на глазок нижнего слоя нажимаю. Вот такой портрет у нас был в начале, да? И вот такой он стал. Ну, я думаю, результат у нас хороший, да? Опять-таки, мы можем верхний слой допустим, отключать, получая мягкие тона портрета, либо более текстурированные. Можно изменять прозрачность вот этого слоя. можно объединить все слои в группу. Ну, давайте это я сделаю вам, да? С шифтом я выделяю все вот эти верхние слои. Вот. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-G. Это у нас группа. Вот она, да? Применяю к этой группе маску слоя. Вот. Белую, например, да? И здесь можно пойти двумя способами. Можно по белой маске рисовать черной кистью и открыть какие-то детали. Хотя, в принципе, они у нас все отрисованы более-менее нормально. Да? Я бы оставил в таком виде портрет. Или мы можем инверсию маски сделать. Ctrl-I я нажимаю. Вот. И уже получается, что белой кисточкой по черному, значит, по черной маске если я буду красить, то я буду накладывать как раз, ну, грим, который у нас реализован вот в этой группе. Вот. Но я не буду этого делать сейчас. Я оставлю это для вас, для ваших экспериментов. Вот. Ну, а сам метод, как вы видите, довольно-таки тоже быстрый, да? И в то же время эффективный. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А.